Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете как слегка повести фпс в Baldur's Gate 3, а также избавиться от лагов и фризов. Настройок в этой игре хватает, к тому же большинство из них влияет на фпс, то есть есть что подергать. Оптимизация в самой игре замечательная, долго вас задерживать не буду, попрошу лишь поставить большие пальцы вверх и подписаться на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем параметры, переходим на вкладку видео, видео адаптер у меня 3060 Ti в 2К разрешении, на ультра настройках 80-90 фпс, это без DLSS. Если еще включить DLSS, то пиши пропало. Нас интересует в первую очередь разрешение, если у вас очень слабая видеокарта, допустим 1050, мы можем понизить само разрешение. К примеру у нас в Full HD понижаем до 1600 на 900, либо же самое легендарное разрешение, даже на каких-то 960 видюшках можно поставить 1280 на 720. В таком случае фпс у нас подрастет неплохо, но и пиксели тоже будут, без этого никуда. В основных случаях оставляем по дефолту. Частота обновления, ставим максимальное его значение. Видеорежим, ставим полный экран, вертикальная синхронизация, я лично отключаю, на фпс никак не влияет. Ограничение частоты кадров, я включаю и ставлю 144 кадра. Качество графики, начинается самое интересное. Для видеокарт 3060 Ti с монитором 2К, либо тем более Full HD, можете смело ставить все на ультра пресет. При желании просто, включаем DLSS на качество. В таком случае, у меня примерно на 35-40 кадров становится больше. DLSS в Baldur's Gate 3 работает очень даже хорошо. Но мы собрались не за этим, поставить высокие настройки графики может каждый по сути. А я хочу рассказать, какие параметры именно влияют на фпс. Но тоже будьте внимательны, потому что на разных системах могут быть разные результаты. Поэтому давайте попытаемся разобраться, как и что работает, чтобы сделать более гибкую настройку нашей игры. Допустим, есть большое желание поиграть с хорошей картинкой, но не знаем, куда и что тыкать. А некоторые параметры на фпс никак не влияют, можно ставить смело на высокое. Чем занижать и играть с тем же сам фпсом, но только с худшей графикой. Я думаю, с этим разобрались. Поэтому начинаем с качества моделей. Разница между высокое и низкое 2 кадра. Для видеокарт среднего сегмента, допустим 2070, я рекомендую оставлять на высокое. Дальность детализации. На фпс в моем случае никак не влияет. Я оставляю на высокое. Расстояние до объектов. То же самое, как и детализация. На фпс в моем случае никак не влияет. Я оставляю на высокое. Качество текстур. На удивление, что высокие, что ультра, что низкие. Один и тот же фпс. Возможно погрешность где-то в один кадр. Поэтому тут зависит все больше от видеопамяти. Если у вас 4 гига и более, ставите высокие без проблем. Если у вас менее 4 гига, ставите уже лучше средние. Фильтрация текстур. На удивление, в этой игре они кушают фпс. Но разница заметна в основном это между 16х либо 3 линейная. Разница между ними 4 кадра. Если поставить 8х или 16х, разницы никакой. Поэтому если вы решили включить анизотропку, ставьте уже лучше всего 16х. Детализация удаленных движущихся объектов. В моем случае на фпс никак не влияет. Режим медленного HDD. Сам лично я не тестировал, поэтому не знаю как оно работает. Кто в курсе, напишите в комментах. Динамические толпы. В моем случае на фпс никак не влияет. Но я в этом не уверен, потому что нужно еще больше тестов в разных локациях. То же самое, если кто-то в курсе, напишите в комментах. Качество теней. Разница между высокая и низкая 6-7 фпс. Разница между высокая и средняя уже 4 кадра. Поэтому для 2070 и ее аналогов ставим средняя. Видеокарта слабее ставим низкая, но для 3060 Ti и выше ставим высокая. Качество облаков. В моем случае на фпс никак не влияет, но снова же. Как-то затестить более подробно не так-то и просто. Я бегал в разных локах и не знаю, один тот же фпс. Я оставляю на ультра, но рекомендую поставить на высокое. Качество тумана. В моем случае разница между ультра и низкая 3 кадра. Я оставлю просто высокое. DLSS и MDFSR. Начнем с DLSS. Если поставить пресет качества, в моем случае фпс больше на 35-40 кадров. Работает замечательно. Если поставить производительность, то уже заходит больше, чем моя герцовка монитора. На видеокартах 2060, 2070 можно смело ставить на качество и спокойненько играть. Если у вас AMD-шка, либо видеокарты тысячной серии, здесь нам приходит на помощь уже ультра качество. В моем случае на ультра качество прибавка в 20 кадров, качество 35-40. Но тут немножко странно, по крайней мере работает на моей системе. То есть DLSS качество на картинку практически не влияет. А вот MDFSR, когда я ставлю ультра качество даже, он ее очень сильно мылит. И вы скажете, так включи просто резкость. Но нет, когда мы включаем MDFSR, либо DLSS, резкость мы включить не можем. Я скажу даже более, когда мы включаем сглаживание на DLA, резкость тоже не можем настроить. Поэтому ставим TAA допустим, да, примем настройки. И уже можем настроить резкость. Но, как включаем DLSS, резкость мы не можем настроить. Даже здесь, кстати, заметно. Больше мыльца нам дается. Поэтому придется сделать следующим образом. Допустим, ставим ультра качество на 1060. Заходите в настройки NVIDIA, и там у нас есть параметры 3D, у нас есть резкость. Можете поколдовать, что-то попытаться настроить. Это, как по мне, самое лучшее решение. Либо через GeForce Experience. По-моему, там тоже что-то есть схожее. Я лично DLSS, AMD, FSR вообще недолюблю. Для меня это чистое читерство. Покупаешь видеокарту и делаешь себе мыло намеренно. Если нам нужна резкость, мы ее включаем. И уже можно с помощью ползунка ее поднастроить под себя. Кушает 2 кадра. В моем случае. Лично я ее отключаю и включаю DLA. Потому что картинка в таком случае становится в разы, в разы вкуснее. Затенение фонового света. В моем случае кушает 3-4 кадра. Для слабых систем, конечно же, отключаем. Для средних и выше оставляем галочку. Глубина резкости. В моем случае на FPS никак не влияет. И последние 3 параметра. Сумеречные лучи, свечение и рассеяние света снизу. По отдельности я их не тестировал. Отключал все разом. В моем случае потеря была в районе 2-3 кадров. С этим мы разобрались. Если не хотите гадать, куда что нажимать, давайте покажу один из пресетов для видеокарт среднего сегмента. Модели средняя, детализация средняя, расстояние средняя, текстуры высокая, фильтрация текстур 16x, детализация отдаленных объектов. Низкая, тут конечно при желании можно поставить и средняя. Динамические толпы, отключаем. Качество теней, низкая. Качество облаков, низкая. Качество тумана, средняя. ДЛСС, если есть поддержка, ставим качество. ФСР, ставим на качество или ультракачество. Сглаживание в таком случае, если мы включаем AMD либо ДЛСС, у нас недоступно. По-моему, сейчас проверю. Только ТЛА. В этом случае мы оставляем на ТЛА, естественно. Если мы не включаем ФСР, хотим максимально нормальную картинку, тогда включаем ДЛА и смотрим на наш FPS. Если FPS мало, то да, рекомендую понизить до ТАА. Разница между ДЛА и ТАА в 7 FPS. Разница между ДЛА и СМАА в 10 FPS. Ну и разница между ДЛА и без сглаживания в 15 FPS. Мне кажется, более чем. Поэтому смотрите по FPS и пытайтесь уже подстроиться под них. Затенение фонового света отключаем. Глубина резкости нет. Ну и последние три параметра, в принципе, можно оставить включенными. Для атмосферы, так сказать. По настройкам у нас получается как-то так. Нажимаем назад. Применяем все наши настройки. И переходим на рабочий стол для небольшой, так сказать, оптимизации. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили игру, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть три папки. MSI мод и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем схема питания команда. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, windows powershell администратор, либо командная строка, да. Нажимаем control plus v, английская, enter. Закрываем, закрываем. Открываем ярлык схема питания, показать допс схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Если у вас игра в стиме, открываем стим, библиотека, baldur's gate 3, нажимаем pkm, свойства, установленные файлы, нажимаем обзор, переходим в папку bin, и здесь у нас есть два приложения. Если вы запускаете игру через directx11, как это делаю я, тогда нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого dpi и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ок, применить и ок. Если играете через вулкан, то нас интересует bg3. Копируем путь к самому приложению, нажимаем pkm, копировать, это все закрываем. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение, находим настройки производительности графики, обзор, вставляем наш скопированный путь, нажимаем enter, и добавляем приложение bg3 dx11. Если мы играем на directx11, если на вулкане, тогда bg3. Добавить параметры, ставим галочку на высокая производительность и сохранить. Если ваш пк поддерживает аппаратное ускорение, тогда можете его включить. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку своей системы. Именно параметры настройки графики очень хорошо работают на ноутбуках. По поводу аппаратного ускорения. Мы его включаем в основном, если у нас процессор мощнее, чем видеокарта. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер устройств, системные устройства, а опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем xbox game bar, настройки, создание клипов. И нам нужно убедиться, что галочка на записывать в фоновом режиме у нас отключена. Далее просто нажимаем закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать быстренькую настройку и небольшую оптимизацию нашей видеокарты. Для этого открываем наш архив, настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки. AMD Radeon, Intel и Nvidia GeForce. Начнем с Nvidia. Первый подпункт, драйвера. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию для нашей видеокарты. Делаем установку и перезагружаем наш ПК. Как наш ПК включится, открываем Nvidia Driver Settings. Здесь мы делаем следующие настройки. То, что указано у нас на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. И по сути то же самое. Первый подпункт. Залетаем на сайт и качаем последнюю, но только рекомендованную версию для нашей видеокарты. Делаем установку, minimal install и перезагружаем наш ПК. Как ПК включится, открываем AMD Driver Settings. И делаем настройку, так как указано на картинках. Если же у нас встроена видеокарта на процессоре Intel, здесь у нас тоже есть две картиночки. Делаем настройку. В нашем архиве открываем папку очистка, delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем shift, delete и да. Ставим галочку, продолжить. Все то, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, delete them files. Выделяем все файлы. Для этого нажимаем LKM на любой из файлов. Далее control, английская A. Shift, delete, да. Нажимаем просто отмена. И возвращаемся назад. Disk clean up. Выбираем диск C, окей. Очистить системные файлы. Снова выбираем диск C и окей. Ставим везде галочки и нажимаем окей. Открываем MSI Mod. Нажимаем PKM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем high. И нажимаем apply. Самое интересное, это конечно же твики реестра. Открываем папку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть сразу бэкапчики. Допустим, мы сделали активацию файлов реестра и забыли сделать бэкап. Ничего страшного, просто в 2 клика возвращаем все взад. Либо же можем сделать более грамотно. Допустим, для рукастых, красиво расписал и в картинках. В принципе, как я и рекомендую делать. Первые 2 файла реестра. Отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM слияние, GameDVR 2 PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаем 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаем как обычное приложение. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой троттлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. В нашем архиве открываем Xbox GameBar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у тебя будет указано, все это отключаешь. Если у тебя на экране ты видишь то же самое, что и у меня, значит ты сделал активацию файлов реестра. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, либо используем, но крайне-крайне редко. Такие как Xbox, Xbox GameBar, калькулятор, камера, карта, кино и ТВ, компаньон и так далее. Все это можно спокойно отключать. Я же делаю проще, вырубаю все абсолютно. Потому что во время игры мне не нужно, чтобы они работали в фоновом режиме, чтобы пытались там обновиться, еще что-то сделать. Короче, проще отключить. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.